Рядом со мной Павел Люлин, Союз торговых центров. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы были спикером сегодняшней нашей деловой части, и наверняка вам есть что сказать и о сессии, и в принципе. Давайте знакомиться и подробнее. Сессия прошла такая на злобу дня, потому что были и представители торговых центров, и арендаторы, и обсудили насущные проблемы, а сейчас действительно проблем много. И в торговых центрах, и в ритейле. И самое главное, самый главный вопрос, кто заплатит за вот это обновление торговых центров, за их наполнение после ухода западных брендов. Я так понимаю, торговые центры в принципе на себя ощутили сейчас всю прелесть пандемии, которая нас охватила, да, были проблемы. И только-только мы поняли, что наконец-то торговые центры оживают, у нас новые напасть. И, соответственно, сейчас к вызовам этим торговые центры должны быть готовы. Насколько готовы торговые центры, насколько готовы все остальные службы, которые работают на этом поприще, для того, чтобы торговые центры жили и радовали своих покупателей? Ну, вопрос готовый, ответ по-разному. Потому что большинство торговых центров, они сейчас заняли такую выжидательную позицию. Они смотрят, что будет с закрытыми брендами, уйдут ли они совсем, либо они начнут перекрашиваться, ратифицироваться, открываться заново, либо они все-таки начнут как-то продлевать свое существование в полузакрытом виде. Но есть и те, кто активно ищет замену. У нас есть коллеги из Турции, которые хотят прийти, хотят расшириться. Есть российские бренды, даже российские дизайнеры, которые до недавних событий в основном в онлайне функционировали, они сейчас с закрытием Инстаграма, запрещенного в России, пытаются сейчас развивать оффлайн-формат. В принципе, есть и другие варианты замены, например, на МФЦ, на Почту России, и такие квази-государственные арендаторы. Я так понимаю, работа ведется. И насколько уровень полемики был сегодня горяч по поводу, я так понимаю, что камень преткновения – это цены арендных площадей и так далее. Насколько эта тема касалась сегодня ваших спикеров или не касалась вообще? Это была одна из самых главных тем – аренда, потому что… Ну, ситуация простая. У торгового центра, у девелопера есть фиксированные затраты. Это плата налоги и плата за кредит. Арендодатель, он пытается эти расходы переложить хотя бы частично на арендатора. Арендатор, он говорит, ну, у нас снижается оборот, и мы хотим процент платить от оборота, а не фиксированные расходы. Если он повышается, вы зарабатываете, снижаете, мы все вместе не зарабатываем. И вот этот вопрос, он всегда очень остро обсуждается. Я думаю, что через какое-то время мы придем к тому, что все-таки доля арендаторов, которые платят процент товарооборота, она повысится. Потому что выхода не то, что нет, но вариантов решения становится все меньше. И точка невозврата – это август. Я надеюсь, что и ваша работа в том числе все-таки сгладит все острые углы и в какой-то момент все-таки все устаканится. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо. Спасибо.